Ассалям алейкум! Сегодня мы будем устанавливать на нашу карту видимое солнце, Envy Sun. В отличии от Light Environment, данная Entity не имеет отношения к освещению, она лишь имитирует очертания солнца в небе. И вначале я разъясню ситуацию, у этой Entity есть два режима отображения, абстрактный и целевой. Мы начнем с простого и понятного целевого метода. Устанавливай на карту две Entity Envy Sun, играющие роль светила, и InfoTarget, объект на который будет оно направлено. Даем имя SunTarget и забываем об этой Entity на время. Теперь переходим к светилу. В первую очередь хочется предупредить. Солнце которое мы видим исходит из стены потолка карты, покрытых текстурой Tool Skybox. Солнце не 3D объект карты, усвоите это сразу. А теперь рассмотрим нужные нам свойства. Viewer Entity, объект на который будет повернуто солнце. Это может быть любой статический объект карты. Данная опция очень удобна, если у вас есть маленькое окно, в которое вам нужно чтобы светило солнышко. SunColor. Цвет солнца данную переменную редактируют в зависимости от текстуры самого спрайта и неба. Overlay Color. Цвет прямых лучей солнца. Каким цветом оно будет бить нам в глаза, если смотреть прямо на светило? Обратите внимание, по умолчанию стоит якобы черный цвет. На первый взгляд кажется, где же логика? Но дело в том, что при значении трех нулей данная строка просто дублирует значение SunColor. Size. Ну понятно, размер солнца. По умолчанию стоит 16. Overlay Size. Размер прямых лучей, когда мы смотрим на солнце. Если значение стоит минус 1, то данная строка дублирует переменную Size. Material Name. Имя спрайта солнца. При выборе такового обращайте внимание на до, чтобы спрайт имел альфа-канал, не был виден сквозь стены и отрезался туманом. Overlay Material Name. Имя спрайта, который мы видим, смотря прямо на солнце. HR Color Scale. Множитель цвета в режиме HDR. Вот в принципе и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова